А сейчас же все люди на работе. Сейчас особый просмотр. Мне кажется, не будет вам. Это моя машиночка моя. Должна быть машина у престарелого этого... Как это называется? Фитнесиста. Здорово, народ! Это перископ. Были перископ? Заходили в перископ? Нет? Это перископ. Это когда заходишь, там прямые эфиры, там всякие вопросики пишут. Здрасьте, здрасьте! Здрасьте, уважаемые! Нефтьюганск, приветик! Сын красавчик! Кто смотрел видео? Я уже видео поставил в YouTube. В YouTube поставил вчерашние соревнования. Клокова поздравили с днем рождения? На Facebook, ВКонтакте, в YouTube. Поздравьте Клокова с днем рождения! Он настоящий молодец! Молодец! Сын вчера третий разряд юношеский получил. А я посмотрел по результатам, у меня окажется был первый взрослый в категории 48 кг, по-моему, или 46 кг. Ну, тогда другие были нормативы, ну, примерно так, по первому почти. Вот, а сейчас, если я буду в 77 наступать, то смогу сделать кандидата. Ну, в 77-е-то я буду дричь-дричем. Сейчас просто дричь, а дричь-дричем. Ну, поэтому... Поэтому лучше этого. 85 поднабрать. Но поднабрать без химии не получается, поэтому знаете, чем я набираю вес-то? Вот, к другу заехал в пироженницу-мороженницу и жру эклеры. И печенье, и кексы. Стопудово! Печенье и кексы. Женич, у тебя вот, как эти эклеры называются? Капкейки, наверное. Капкейк называется. Капкейк. Вот у моего друга вот капкейк есть, как на Ильинском шоссе. Да. Кофе. Кофе-капкейк. Вот, захожу к нему, набираю вес. Скоро буду жирный, как ищак. Жиром набирать? Нет, жиром не получается, сохну. Сейчас уже 80. Почему-то в Тайке был, я с телефоном разговариваю. Вы не разговаривали здесь с телефоном? Я всегда с телефоном разговариваю. А с кем еще поговорить? С хорошим человеком. Причем, смотрите, вот он хороший человек, и вы с ним можете разговаривать когда угодно и где угодно. Здрасте. Че Миронов? Миронов? Не знаю, как Миронов. Миронов в Тайванье. Юрик. Юрик у нас, как это, влюбился, по-моему, в штангу. Так что спасибо Клокову, с днем рождения ему еще раз. Что думаешь по поводу прогормонов? Решил попробовать. Попробую. У меня был как-то опыт совсем, когда не было стероидов, и не было ничего. Попробовал прогормоны, и меня так расперло, как будто прямо закололся, как это, как не по-детски. Вот, был такой какой-то период. Но потом был откат абсолютно такой же, как после стероидов. Вот такой прям ПКТ, знаете, такой не детский. Вот. Поэтому не знаю, хорошо это или плохо. Я тогда не делал никакие анализы, ничего не проверял, поэтому особенно нет. Какие планы? Какие планы? Сейчас вы будете смеяться. Будете смеяться, потому что в планах выступать по тяжелой атлетике ветеранов. Ветеран, ветеранах. Потому что я уже старый пердун. Принимал, конечно, я 30 лет спортом занимаюсь. Естественно, экспериментировал. Было дело. Честно скажу, было дело. Это как спросить, вы врали когда-нибудь или не врали? Можно сказать, нет. Но было же, было. Принимал, было. Сейчас нет. Уже сколько? Год? Два? Полтора? Ну, короче, совсем уже можно сказать, нет. Я же обещал, когда был в Гераклионе в медицинском центре, сделал проверку физических кондиций. И, в общем-то, состава тела. Обещал, что приду, покажу состав абсолютно другого тела и абсолютно другие мышечные кондиции. Причем приду со справкой из антидопингового центра и покажу. Вот она. Вот. Абсолютно чист. Только санофитер-экс. И вот, вот она моя форма. Чтобы вы наконец-то поверили, что правильное питание и спортивные упражнения могут изменить вашу физическую форму. Как бы очень сильно изменить. Волосы выгорели. Я же в Таиланде был, в Тарпугалии. Где я еще был? Где-то я еще был. На Канарах был. Мы собираемся на Бали-Бали. Короче, 5-6 марта чемпион от России среди ветеранов. Среди старичков, ветеранчиков и родунов. Ну, знаете, что хорошо в соревнованиях ветеранов? На помочь не подскользнешься, потому что он песочком посыпан. Что, сколько у тебя кофе стоит? 10 рублей. Заходите, приходите. 10 рублей? Да ладно. Я всем говорю, что у тебя недорого. А у нас 160. 160. Скидка. Кто подписан на Ишанькино, скидка. Заходите, показываете подписан на Ишанькино, сразу скидос. Да? Да, да, да. Вот. Так что у нас адрес Ильинская, Ильинка, деревня Глухово. Кофе, кофе, капкейк. Заходите. С наглым лицом. Да. С наглым лицом. Показываете, что подписан на Ишанькино и получаете скидочку. Знаете, что дети мои любят? А где мои печенки? Где мои печенки? Где мои печенки? Дети мои любят печенки имбирные. Ох! Вот такие вот сердечки. Сразу лайк. Ставьте сердечки. Имбирные сердечки. Желтые, зеленые. Видал, как у меня много сердечек? Коричневые пошли. Коричневые. Здоровый народ. Ну, а потом, хотите прикол? Потом будет чемпионат, по-моему, Москвы по неветеранам. И тренер подговаривает выступать в... Как это называется? Традиционно. В традиционной бежон атлетике. И кандидата. Ну, на кандидата мне надо где-то сделать 130-115, по-моему. Ну, или там 110-125. В принципе, возможно. Вполне. Или побольше. Побольше. 15-30 надо сделать. 115. Как-то так. Короче, много надо сделать. Пока много и страшно. Но если тренироваться регулярно, то, наверное, в принципе, можно. Имбирь для иммунитета, оказывается, и повышение тестостерона. Съел печенку и... И вот так ходишь потом, вот так держишься. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Кроссфит... Не, не перестал кроссфитом заниматься, потому что кроссфит, как бы, подразумевает же тяжелую атлетику. И построение тренировки у атлетов, которые выступают по кроссфиту, периодизация, она строится не так, как в клубах по кроссфиту написано на доске. Планируется, естественно, подготовка. Атлет должен стать сильнее и показать результаты и в тяжелой атлетике, и технику показать. Поэтому сейчас период, в котором атлет в моем лице набирает тяжелую атлетику. Но я не перестаю подтягиваться. Я два раза в неделю плаваю по километру, пробегаю два раза в неделю по пятерочке. В общем-то, выносливость как держится. То есть я ее не развиваю, но придерживаю. Вот, пресс есть, пресс есть. Хотя жру эклер. Жень, скажи, что я эклер сожрал. Да. Сожрал эклер. О-о-о-о-о-о-о-о. Сейчас, сейчас. Фитнес бикини называется. Пацанчиком прессик. Прессик. Вакуум. А вот это вот как называется? Фитнес бикини пряник. Класс. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Супер вообще. Давай вот так наклонием, что ли. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, что, ехать надо. В солярий зашел. Миланатан не делаю, от него тошнит и золудок болит. Нет, не мое. Друзья, заезжайте в кофе-капкейк. 23-й Дженя. Это обязательно. Жендос. Короче, всем хорошего дня, прекрасной работы и замечательного настроения. С наступающим 23 февраля. О, мне еще везите здесь с подарками. Я жду. Это господин Евсина. Евсина. Это девушка? Это девочка? Да. Евсина? Евсина. Евсина.